Только волшебная сила лайка способна приблизить выход следующего видеоролика. Ставки на спорт! Один эксперт! Большие выигрыши! Один эксперт! Быстрые выплаты! Один эксперт! Надежный букмекер! Один эксперт! Один эксперт! Букмекерская компания. Всем привет, друзья! Меня зовут Денчик, и сегодня у нас продолжение нашего любимого хэппи-гоу-лаки, где мы с вами собираем команду из 11 игроков года. Давид Дехея, Харри Кейн и Тотти Криштиана Роналду. Да, этот парень нам сразу выпал с таким рейтингом. В нашей команде уже присутствуют три игрока из 11, которые нам нужны. И даже несмотря на то, что Давид Дехея и Харри Кейн пока что у нас не имеют Тотти карточки, совсем скоро они ее получат. Давиду Дехея остается отбить два пенальти. Ну а также Харри Кейн с ачивкой для которого мы с вами определимся буквально сейчас. Честно говоря, очень много кто писал забить за Харри Кейна через себя. Че бы сделать за Харри Кейна, Денчик? А почему бы не забить 25 мячей через себя за Харри Кейна? Я, конечно, ребята, все понимаю, но забить 10-15 мячей через себя за любого игрока в этой игре это практически нереально. Серьезно, я сколько матчей провел в этой ФИФе уже, наверное, больше тысячи. И в лучшем случае я забил 1-2 гола через себя за все это время. Вы серьезно думаете, что Харри Кейн сейчас возьмет и все это сделает? Это, безусловно, было бы, конечно, эффектно. Но давайте будем реалистами и выберем то, что мы действительно сможем сделать. При этом никто не говорит, что это будет просто. Второй по популярности вариант в комментариях был это сделать за Харри Кейна 10 хэтриков, 10 покеров, 10 пентатриков и так далее, и так далее. И, в принципе, здесь, конечно, можно понять тех, кто это писал, потому что Харри Кейн это бомбардир и забивать много это у него в крови. Но просто сделать хэтрик, покер или пентатрик это достаточно просто. Поэтому, углубившись в комментарии, я нашел много ваших комментариев, где вы писали о том, чтобы я сделал за Харри Кейна идеальный хэтрик. Условно говоря, 5 раз. Что такое идеальный хэтрик? Это забить с рабочей ноги, забить с нерабочей ноги и забить головой. И, как мне кажется, это вполне себе интересно и достаточно непросто. Так что, подводя итог всему вышесказанному, наш Харри Кейн получит свою Тотти карточку, когда сделает 5 идеальных хэтриков. Но если вдруг у него как-то случайно получится забить через себя, окей, мы это засчитаем. Порешали? Вот и ладненько. А сейчас мы с вами пойдем на футхэт и откроем 5 золотых игроков в самом начале. Ну что же, 5 золотых игроков в самом начале. Принесут ли они нам что-нибудь или, как обычно, никого? Первый игрок нет. Азар нет. 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 И последний игрок это тоже нет. Первая пятерка, к сожалению, нам ничего с вами не приносит. Но сейчас, если мы с вами побеждаем, нас ждет очередной титул. Плюс Харри Кейн нацелен на свой идеальный хэтрик. Так что много мячей, я думаю, мы с вами забьем. Давайте найдем первого соперника. Ух ты! А здесь, кстати, тоже присутствуют игроки, которые у нас есть. Например, Аспелекуэта. Например, Харри Кейн. Например, Генрих Мхитарян. В общем, хороший апелл против нас. Напоминаю, идеальный хэтрик это когда Харри Кейн забьет со всех своих ног и еще и головой. Первый гол он забивает буквально на первой же минуте. Офигенный лунгшот с правой ноги. И, собственно, нам с вами остается забить с левой и головой. А здесь сейчас Харри Кейн соперника бьет поворотом. Но у нас давит дыхея. Но окей, с левой Харри Кейн, я думаю, еще может забить. А вот с головой будет, наверное, попроблематичнее. И вот она еще одна попытка с подкруткой левой ногой. Но не получилось. В итоге Криштиан Роналду пытался ударить через себя. Подача в штрафную. Харри Кейн бьет головой. Но разве это удар? Очередная попытка сейчас у нас с вами будет за Харри Кейна. А левая нога очень хорошо ударил. Но Эндерсон потащил. Интересно, соперник замечает, что я играю только на одного игрока. Сейчас только на Харри Кейна. Но пока у нас не получается. А вот здесь есть вариант для пенальти. Но не падает Фитаря. Надает передачу на Марсиаля. И тот уже просто разводит. 1-1. Слушай, я, конечно, все понимаю. Но давай-ка мы с тобой сейчас будем успевать за Марсиалем. То, что мы заработали пенальти, это, в принципе, нормально. Если мы сейчас особенно его отобьем. А если не отобьем, то счет может стать 2-1. Так. Давай, Дехея. Сейчас нужно отбивать. Но, блин, как же это тупо. Меня этот соперник начинает злить. Харри Кейн, как же ты сейчас не попал? А в итоге-то матч достаточно непростой у нас с вами выдается. Давайте просто решать уже свои вопросы сейчас. Нужно побеждать. Потому что сейчас мы можем так инициативу свою упустить. И вообще проиграть в этом матче. Головой бьет Дехея. Молодец. Честно говоря, мне эта ситуация очень сильно напрягает. Потому что мы сами просто дарим сейчас победу сопернику, если не начнем играть. Вот здесь на самом деле сейчас ну просто жопа! Я горю! И моя жопа тоже! Да, ребятки, мне кажется, или я довыебывался немножко. Давай, прострелы! Нужно забивать сейчас было! Ну, соперник, кстати, в порядке, если честно уж говорить. Он очень неплохо отыграл. Но это в любом случае не дает нам право проигрывать. Но так происходит, что мы упускаем свою победу. Просто взяли и довыебывались. Ну, вот так вот. Честно говоря, это капец как жестко. Два золотых игрока только сейчас мы с вами откроем. Первый это Хуан Мата. И может быть даже да. Давайте возьмем. На всякий, опять же, случай пожарный. Что у нас будет дальше, пока непонятно. И второй игрок. Это Мартинос. Тоже на всякий случай можно взять достаточно неплохой центральный защитник. Честно говоря, это крайне жесткий косяк, то, что я проиграл. Таким составом сейчас бы проигрывать. И здесь даже оправданием не может быть то, что я пытался играть на Харикейна и сделать за него идеальный хитрик. Я проиграл. Этого вообще не должно было быть. Я зол и желаю отквитаться сейчас на следующем сопернике. И если в прошлый раз была Бэл, то сейчас достаточно неплохая серия А. Наверное, пожалуй, сначала нужно решить свои вопросы в плане забитых мячей, а потом уже начинать играть за Харикейна. Так что пока что играем на команду. И здесь Эрнандес может ударить, закрывает в последний момент Флоренция. Вот это, конечно, проход жесткий. От иммобилей и удар такой же плотненький, но накрывает нас галкипер. Долго мы с вами не забиваем. И Криштиана Роналду бьет. И до сих пор уже 16 минута. Мы никак не можем открыть счет. Возможно, угловой послужит решением этой проблемы, но попадаем в перекладину. Харикейн разворачивается и зарабатывает пенальти. Ну что же, почему бы Харикейну, собственно, и не реализовать его? Это несмотря на то, что у нас есть Криштиан Роналду. Кейн заработал, пускай Кейн и забьет. И это вполне себе удается. Мы пока что продолжаем играть за команду, но запоминаем то, что Харикейн забил с правой ноги. Так, а вот здесь, конечно, неприятный отскок, неприятный рикошет. И могло закончиться все плохо. А вот здесь можно попытаться дать на дальнюю, и там Харикейн мог бы побороться головой. Харикейн снова на ударное дает передачу, но Эрнандеса как-то не очень удачно это получилось, и попадает Эрнандес в штангу. Адам Лолана, давай, решай, просто сам сейчас бери и решай. 2-0, хорошо, команда у нас впереди. Криштиан Роналду отыгрывает с Харикейном, и Харикейн делает дубль правой ногой. Ну все, когда мы обеспечили себе комфортное преимущество, можно теперь и за Харикейна, и левой, и головой забивать. Собственно, Харикейн ударный, бьет, правда, с правой розыгрыш углового, подача на Харикейна, Харикейн развернись, падает штрафной. Это, походу, у нас будет хэтрик за Харикейна, но все три мяча он, видимо, забьет у нас с правой. А это уже не идеальный хэтрик. И в зачет мы его поставить не сможем. Хотя мы еще даже и не забили. Криштиан Роналду очень неплохо, забросик на Харикейна, он бьет, но попадает мимо ворот. Точнее, промахивается. Насчет идеального хэтрика я, конечно, не знаю, но вообще хэтрик бы за Харикейна нам бы сделать, и мы это делаем. Три, правда, у него получилось с правой ноги. А вот сейчас с левой ногой, с подкруткой, но это было плоховато. Так, ну и что за дерьмо у нас с вами начинается? Что за танцы с вратарем? Это вообще законно. И вот он навесик на Харикейна, он просто бьет с левой ноги, но Донорума отбивает. Шансов, конечно, остается у нас очень мало на то, что мы что-то еще забьем, но Харикейн пытается забить головой выше ворот. Левая нога Харикейна, и тут нам не дают забить. Много моментов мы, конечно, под конец матча с вами создали, но в любом случае идеального хэтрика у нас с вами нет. Есть, правда, обычный. За что мы сейчас с вами получим 9 золотых игроков, плюс еще один золотой игрок за гол Лоланы. 2 золотых игрока победа, ну а также 13 золотых игроков, это наш очередной титул. И в итоге получается 25 золотых сейчас игроков мы с вами откроем, это достаточно много, и я верю, что что-то годное нам выпадет. Аспеликуэта, РБ, сложно, непонятно. В принципе, вариант очень даже неплохой. Единственное, нужен ли нам правозащитник Аспеликуэта, на данный момент нет. Но в будущем, когда, возможно, у нас появится какой-то другой центральный защитник, то Аспеликуэту поставить на правый фланг, может быть, и не помешает. Так что заочно говорим ему да. Правый защитник из Ла Лиги, достаточно неплохой, тоже скажем ему да, на всякий случай. А вот у вас, ребята, и Лионель Мэсси! Лионель Мэсси, третий игрок. Как-то быстро мы с вами, на самом деле, игроков, которые имеют Тотти карточку, ловим. Очень быстро. Это четвертый игрок, который имеет Тотти карточку. Само собой, это да, и самое примечательное, что вся линия нападения у нас собрана. Правда, пока что только Криштиан Роналду у нас имеет Тотти карточку, ну, а над остальными мы с вами будем работать. Кстати, пишите в комментариях, что должен сделать Лионель Мэсси, чтобы получить свою Тотти карточку с рейтингом 98. Я не хочу ни в коем случае на вас давить, но лично мое мнение, то, что Лионель Мэсси должен забить 5 голов со штрафного, и только тогда мы получим карточку Мэсси 98. Это при условии, что я не умею бить эти штрафные. Но мне кажется, что Лионель Мэсси справится со всем сам. И на самом деле это очень здорово, то, что мы ловим с вами еще одного игрока, у которого есть Тотти карточка, и по итогу нам с вами остается еще 7 игроков. Затем добить у всех ачивки, которые мы с вами еще не закончили, и у нас будет полная команда из Тотти. Но и это открытие мы с вами еще не закончили, и глядишь, кто-нибудь нам еще выпадет. Следующий игрок это нет. Нет, 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 нет. Вернер уже много раз нам падал, нет. Марлос, нет, нет. А, нет, 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 нет. Ммм, Дели Али. Слушайте, а это классно, это да. Дели Али мы с вами возьмем как раз-таки под Харикейна. Нет, 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 нет. И последний игрок, нет. Жаришка, ребята, жаришка. Четвертый игрок, у которого есть Тотти карточка, присоединяется к нашей команде. Это Лионель Мэсси. Вся линия нападения. Криштиан Роналду, Харикейн и Лионель Мэсси теперь у нас есть в команде. Плюс из этих 25 игроков мы с вами еще берем и Дели Али, который имеет гиперлинг с Харикейном. И Харикейн у нас будет максимально сыгран, в принципе, как и Дели Али. И теперь на повестке остается только один вопрос. Как всех этих ребят уместить в одной команде? В любом случае, этим мы с вами будем заниматься уже в следующем выпуске. Но на сегодня, ребята, это все. Я надеюсь, что ролик вам понравился и вы влепите лайк. Обязательно пишите в комментариях, что должен сделать Лионель Мэсси, чтобы получить Тотти карточку. Также обязательно подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал, чтобы не пропускать новые ролики. Ну и с вами был Денчик, скоро увидимся, всем пока!